Модульный храм планируется вот на том чуть-чуть пригорочек такой виден. Это продолжение вот этой парковой зоны, вот на том кусочке земли. Но не кусочки, там выделен под проект планировки участок 2 гектара. 2 гектара земли, на которой должен был быть расположен храм, дом притча, автостоянка на 23 автомобиля, мусоросборник. Нам ничего не известно было, о каких-то будущих проектах. Я сама верующий человек, православный человек. Почему при выборе вот этого проекта церковь поставили непосредственной близости от школы и детского сада? Человек, называющийся православным и протестующий против хама около школы, и православным не является. Простите меня, но это правда. У нас сейчас в школах вводится преподавание основ православной культуры. И православный храм около школы только поможет в этом предмете, в подавании этого предмета. Я в этих храмниках, как говорится, всю молодость оставил. Здесь выросли мои дети, здесь выросли мои внуки. Они пользовались этими площадками. Они катались на санках, они гуляли, отдыхали здесь. И теперь распахать эту землю, и извините, я тоже православный человек, и за храм, но только на этом месте. Обсуждаем строительство, вот этот проект храма и строительство здесь храма. Мнение ваше мы поняли, и мнение я услышал. То есть против. Так? Против! Против! Пожалуйста, если у кого-то... У нас храм маленький, только мы ходим, а вы все кричите, а ни один из вас в храме нет. Более места хватает! Тем более места хватает! Потише, пожалуйста, потише! Потише, потише! Нам места не хватает, у нас очень тесно. Мое мнение, постройка храма очень своевременная. У нас век разврата, бездуховность, когда наши дети от отчаяния и не доста... Потише, 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 пожалуйста! Люди волнуются, что здесь дети, здесь храм и дети, и школа, и все. Есть данные, ученые все-таки дотошные, сделали такие опыты, что вот возле храма, где, ну, считают, вот колокольный звон, концентрация потоленных микробов вообще их почти нет. И дальше она уменьшается. Это данные и есть такие. Парк, он навечно ставится, а если поставите храм или другое сооружение, вы отберете воздух, зелень и будущее ваших детей и внуков. Чей кофе? Сейчас придем. Сегодняшнее мероприятие – это лишь одно из мероприятий, которые мы организуем в поддержку нашего парка. Мы считаем, что могут использоваться жителями разные формы борьбы. Это могут быть митинги, а могут быть и такие общегражданские мероприятия, на которые приходят семьи с детьми, родители с детьми, чтобы показать, вот кому нужен этот парк, ради кого мы боремся. Сережа, блинчиков дай моей, а? Там вот вилочки, возьмите, если хотите, там салфетки. Да, есть салфетки, вилки, ножи. Мама, я криво. Смотрите, по-моему. Молодой, мы с вами разведутся, да? Постопорядка, мать. Порядка, мать. Порядка, мать. Порядка, мать. Провожать за ворота. Да? Порядка. Марину, занявшую призовое место в рисунке, вручаем ей диплом и памятный подарок. Пошли представления, смотрите, пойдемте с нами. Вся наша жизнь связана с парком. Абсолютно вся. Жизнь моих детей, моя жизнь. То есть мы проводим там, не скажу, что круглые сутки, но очень много времени. И к этому парку мы относимся, как, в общем-то, к близкому существу, которое нам помогает и дает возможность довольно-таки хорошо жить в этом районе. Поэтому, когда мы узнали, что парку грозит опасность, мы все это восприняли, как, ну, личное какое-то горе, неприятность, беду. Не отнимайте, пожалуйста, у нас парк. Чтобы наш парк не застал ее. Нас обвиняют в том, нас здесь всех, и вас, и нас, в том, что мы выступаем против церкви и против храма. Это абсолютно не так. Храм — это просто первый шаг к застройке этого парка. Что же за парк? Я думаю, что мы собираем... Сохраним наш парк! Сохраним наш парк! Фактически инициировал, собственно, этот процесс, промежуточным итогом которого является сегодняшний наш митинг. Много лет мы были просто людьми, которые живут недалеко друг от друга. Но ситуация изменилась. Сегодня нас связывает нечто большее. Сначала мы обсуждали наши проблемы на кухнях. Некоторые заметили, что ничего это не меняет. Потом мы писали всякие жалобы и письма в органы власти. Затем мы стали выходить на митинги. Многое изменилось. Сегодня чиновники уже говорят о том, что они тоже против застройки парка. Но нам нужно, чтобы их слова стали делами. Для этого есть один простой способ. Мы должны выбрать честных людей, которые будут защищать наши интересы. Для этого нам нужны честные выборы. Сегодня мы можем добиться честных выборов только одним способом. Мы должны все пойти наблюдателями и проконтролировать эти выборы. 4 марта. Давайте все вместе потратим один день нашей жизни. Для того, чтобы потом 4 года жить в процветающих, а не загнивающих раменках.